Мы начинаем с вами часть, которая называется «Прогнозирование бюджетирования продаж в рамках блока оперативный маркетинг». Прогнозирование, как таковое, наука и задача достаточно неблагодарны. В частности, на слайде вы видите прогнозы, которые не сбылись по различным причинам. Но тем не менее, заниматься прогнозированием нам приходится постоянно, потому что является ничем иным, как неотъемлемой частью любой человеческой деятельности. Прежде чем что-то предпринять, мы прогнозируем, а что будет в результате, какие выгоды мы получим, либо с какими угрозами мы столкнемся. Посему прогнозирование важно принимать и в бизнесе. Без него нам нельзя оценить, а впрочем, какие выгоды мы получаем от прогнозирования. В частности, мы оцениваем, насколько мы можем качественно распределить ресурсы, каких целей мы добьемся. Если у меня нет прогноза, я не могу сказать, хорошо или плохо сработал мой отдел продаж. Продали на миллион долларов. Много-то или мало. Если нет прогноза продаж, я не могу это сделать. Понимание того, какой объем мне придется работ выполнить, я распределю свои ресурсы компании, тем самым минимизирую издержки. Я могу принять стратегические решения в рамках прогноза продаж. То есть, если у меня определяется где-то разрыв между моими возможностями и моими желаниями, мне необходимо предпринять какие-то действия. Я смогу правильно выстроить мотивацию сотрудников и многое-многое-многое другое. То, чего нельзя сделать без прогнозирования. Прогнозирование в компании. По большому счету, давайте сразу говоримся об ограничениях, дабы не формировать у вас завышенных ожиданий. В первую очередь, ни один прогноз не гарантирует стопроцентной точности исполнения. Прогнозы являются лишь основой для планирования. Что важно, негативные прогнозы также должны восприниматься. Негативный прогноз – это то, что мы должны воспринимать, то, что мы должны предусматривать некие действия по нейтрализации данных негативных моментов либо нюансов, которые ожидают нас в будущем. Не должно быть такого, что руководитель отправляет сотрудника с негативным прогнозом «иди подумай». Ты неправильно построил прогноз. Не может такого быть. Может быть. Мы должны одинаково легко веять не только в красивое и светлое будущее, но и в негативные вещи. И тот, кто вооружен, тот предупрежденно сможет с этим побороться. Прогнозирование в компании, высокая точность прогнозирования в компании может быть достигнуто лишь в получении постоянного опыта, в получении знаний, а что влияет на прогноз, какие факторы мы еще не учли. Чтобы любой прогноз был, нам необходимо предусмотреть действия для его достижения. Простой пример. Я планировал сегодня приехать на эту запись за полчаса до ее начала. Но я не предусмотрел необходимые действия. Мне надо было предусмотреть выехать за час до начала данной записи. Я этого не сделал и, соответственно, к записи приехал вовремя, но все же таки не с тем запасом времени, который я ожидал. Для того, чтобы действия сбылись, нам необходимо предусматривать и ресурсы для его достижения. Ну, а именно, как минимум, тот транспорт, который меня сюда привез. Итак, прогноз. Это лишь часть некого нашего предположения. И для того, чтобы он сбылся, мы должны также прогнозировать, предполагать, планировать некие действия. Для того, чтобы мы могли осуществить некие действия, нам необходимо запланировать ресурсы. Прежде чем заниматься прогнозированием в компании, нам необходимо ответить на ряд вопросов. Зачем нам этот прогноз? Что мы с ним будем делать? Кто им будет пользоваться? Какая точность прогноза нужна? Сколько денег мы должны потратить? Почему мы вообще занимаемся прогнозированием? И пока мы не ответим на эти вопросы, мы не должны переходить к следующим этапам. Потому что, по большому счету, они и определяют и тип прогноза, и способы его получения, и время, и затраты, которые нам на него необходимы. В том числе, какие потери мы понесем, если прогноз окажется неточным? Какова допустимая точность с точки зрения затрат? Какие выгоды мы получим от повышения точности прогноза? Эти и ряд других вопросов должны не остаться без ответов перед началом прогнозирования. Потому что, в противном случае, вас ждет некое разочарование и, возможно, напрасно потраченные деньги. Прежде чем заниматься прогнозированием, вам необходимо предусмотреть возможность получения данных. Для того, чтобы данные были как можно точнее, и исходные данные должны быть максимально точными. Простые правила. Это регистрация расхода на месте обслуживания, либо возникновение события. То есть, если вы отгружаете со склада, то и учет внесения в информационную систему должны происходить прямо на складе. Любые передаточные звенья, они вносят искажения в данные и, соответственно, приводят к снижению точности прогноза. Если вы регистрируете расход в различное время, ну, к примеру, снимаются данные со склада в 5 часов вечера. Если вы измените этот период, соответственно, будете снимать их в разное время. Ну, к примеру, я теперь буду снимать в 9 часов утра. То все предыдущие данные становятся непригодными, потому что изменилось правило регистрации этих данных. Регистрируйте то, что просит клиент, а не то, что вы ему отгружаете. Это две большие разницы. Потому что если мы будем строить прогноз на том, что у нас было, нерегистрируем дефицита, то это приводит к большим искажениям. Простой пример. Компания, которая как раз не прогнозировала, не регистрировала желание запроса клиента. Компания занимается импортными запчастями. И когда я спросил директора, а как вы к сезону прогнозируете свой объем продаж, он сказал, ну как. Говорит, прошлый запас, который мы формировали к сезону, умножаем на 2. Это является прогнозом к следующему периоду. Почему так? Говорит, ну потому что запас всегда заканчивается. И мы пытаемся найти таким образом точку оптима. Достаточно опасный путь. Почему? Потому что в следующий раз они могут остаться с половиной склада, который они подготовили к сезону. А для построения правильного, более-менее точного прогноза необходимо лишь было фиксировать обращение клиентов и их потребностей. И в этом случае мы бы уже понимали примерно объем рынка. То есть наш прогноз был бы более точен. Исключить из прогноза различные внутренние перемещения. Важно откорректировать и нетипичные продажи. Что такое критерий полезности данных? Данные должны быть точными и достоверными. Не на глазок, а действительно точными. Данные должны быть значимыми, то есть за некий период и соответствовать общей тенденции укладываться в некие рамки. Данные должны быть согласованными между собой. А именно, должны быть в общих единицах измерения, сняты в одно и то же время и так далее. Если у вас есть нетипичные продажи, то их необходимо откорректировать. Малые продажи. Возможно, был отложенный спрос. И на рынке с этим приходится сталкиваться. И был следующий всплеск. То есть необходимо учесть данные искажения и исправить их. Если у вас был некий скачок, достаточно случайный, вы не можете его объяснить, уберите. Не факт, что он будет повторяться, но искажения в следующие прогнозы он внесет. Разовые события. Распродажи, пики спроса, отсутствие товара на складе. Также должны быть выправлены на графике с учетом нормальной ситуации. Аков и Файоль в различное время выработали несколько принципов планирования. В первую очередь, это принцип единства. То, что во всей компании, во всех подразделениях планирование осуществляется одинаковыми методами, одинаковыми способами. Принцип участия. В прогнозе должно быть задействованы все заинтересованные лица. В частности, если мы говорим про прогнозирование продаж, то желательно именно и продавцов привлекать к прогнозированию. В этом случае и прогноз становится более достоверным, и нет сопротивления тем уже планам, построенным на основе прогноза, которые спускаются к продавцам. Они же сами участвовали в прогнозе. Более того, они ближе всего стоят к клиенту и, соответственно, лучше владеют информацией. Если у вас отсутствует доверие к продавцам, то, возможно, вам стоит пересмотреть и принципы мотивации, дабы не было у них желания либо занижать, либо завышать план. А также пересмотреть принцип подготовки продавцов. Да, прежде чем кого-то привлечь к прогнозированию, необходимо ему дать некие теоретические и практические знания в области построения прогнозов. Принцип непрерываемости гласит, что если вы начали заниматься прогнозированием, то одну и ту же методику вы должны использовать достаточно длительный период для того, чтобы накопили опыт, опыт ошибок, выявили недостатки данной методики и получили базу ее совершенствования. В случае, если сегодня занимаемся прогнозированием, завтра не занимаемся прогнозированием, либо меняем регулярные методики, данного опыта вы получить не можете и, соответственно, точность прогнозирования будет непредсказуемой. Принцип гибкости, по большому счету, это уже принцип относится именно к построению планов, которые являются производными прогнозов и связаны с тем, что план должен быть гибким, а именно подразумевать переходы. Если мы не выполнили этот прогноз, то что мы делаем? То есть эти переходы позволят вам избежать пересмотра всего плана, потому что некая гибкость в нем будет предусмотрена. И принцип точности гласит, что прогноз должен быть максимально точен, насколько это возможно. Возможно с учетом сроков, времени, затрат и наличия информации. К примеру, если мне прогноз нужен сегодня вечером, то мне его должны дать с той точностью, с которой он есть на сегодняшний вечер, потому что завтра, но уже очень точный, он мне абсолютно не нужен. Поэтому точность должна быть необходимой, достаточной для принятия данного решения с точки зрения времени, затрат и самого решения. Если говорить про виды прогнозов, то есть виды результата прогнозирования, то они делятся с точки зрения временного охвата, они делятся с точки зрения типов прогнозирования, что это поисковые, нормативные, основанные на творческом видении. Нормативные – это анализ временных рядов, поисковые – это поиск фактов, связанных с тем или иным результатом, а основанные на творческом видении – это экспертные оценки и где-то на уровне фантазии. Степень вероятности – то есть вариантные, либо мы предусматриваем несколько вариантов развития событий, либо инвариантные, то есть имеем один вариант. С точки зрения предоставления результата мы говорим, что наш объем продаж составит 2 миллиона долларов в следующем году, либо мы говорим интервальные – от 1 миллиона 800 тысяч до 2 200. Охват рынка. Что охватывает этот прогноз? Весь рынок, группу товаров, отдельный товар, либо некий отдельно взятый регион. Если говорить про методы прогнозирования, то разделяют их на три большие группы. Это метод экспертных оценок. Применяется, как правило, для построения прогнозов новых товаров на новых рынках, либо реактивных рынках, где мы не имеем прошлой статистики, либо прошлая статистика незначима, где нельзя опереться на анализ цифр, прошлых цифр. Методы прогнозирования на основе анализа временных рядов – это, по большому счету, математика, которая основана на том, что все экономические процессы имеют определенную инерционность. А значит, если вчера график двигался примерно по такой кривой, то с высокой степени вероятности он и завтра будет двигаться примерно по такой же кривой. Соответственно, применяются там, где у нас есть большой набор некой значимой статистики, значимых рядов цифр. И казуальные, либо причинно-следственные методы, когда мы пытаемся найти причину и определить, а как она повлияет на следствие, а, собственно говоря, на наш объем продаж. Давайте более подробно поговорим о них несколько позже. В начале хотелось бы пару слов сказать о самой процедуре прогнозирования. Процедура прогнозирования – это, на самом деле, некая последовательность действий, где мы проходим изучение самой структуры данных, выбор методов прогнозирования на основании тех данных, которые у нас есть, пытаемся спрогнозировать прошлые периоды и уже на их основании судим о точности прогноза. То есть, хорошо ли он описывает прошлые данные, позволяет ли он нам также хорошо описать, предсказать будущие периоды. Если точность нас удовлетворяет, то мы, собственно говоря, приступаем к самому прогнозированию и периодически проверяем, насколько велики отклонения. Если отклонения вписываются в некий диапазон, приемлемый для нас, то повторяем сам прогноз. Если мы не попадаем в нужный нам интервал точности, значит, нам необходимо пересмотреть способы и методы прогнозирования. Если говорить про прогнозирование уже в компаниях, то настоятельно рекомендую декомпозировать сам прогноз в рамках максимально возможных. То есть, до уровня клиента и вплоть до отдельных продуктов по этому клиенту. Почему? Потому что, если я займусь прогнозированием выручки всей компании в целом, это будут некие виртуальные цифры, и мы не совсем понимаем, что мы прибавляем, что мы отнимаем к этому прогнозу. И в конце концов появляются цифры, не имеющие под собой никакой базы. Если я занимаюсь прогнозированием на уровне клиента, то я отлично могу судить о ассортименте, который возьмет он в будущем, в достаточно высокой степени вероятности. Я могу судить о том, как будут у него развиваться дела в дальнейшем, будет он расти, либо объем продаж на него будет падать. Да, безусловно, это более трудоемко, но в то же время позволяет лучше учитывать все факторы и достаточно быстро и точно пересчитывать прогноз при изменении ситуации. На самом деле, надо ли строить нам прогноз по всем товарам, либо по всем клиентам? Финансист, бухгалтер Паретто, строя, рассчитывая налоги для маленького города Палермо, сделал предположение, что у 20% населения Палермо сосредоточено 80% денежных средств этого города. Позже эту зависимость подтвердили и для других случайных цифр, что так или иначе случайные цифры пытаются распределиться в пропорции 20 на 80. Так, на 20% банков в России приходится 80% совокупных банковских активов. 20% времени вы тратите на то, чтобы сделать 80% дел и наоборот 80% времени для того, чтобы сделать 20% дел. 80% продаж вашей компании переносит лишь 20% товаров. Как только у вас есть больше 300 случайных измерений, они пытаются переломиться именно в эту структуру. Соответственно, для того, чтобы мне построить прогноз, мне особое внимание необходимо уделить лишь небольшой части, 20% товаров, с которыми я работаю. 80% товаров я могу прогнозировать как некий общий массив и на точность прогноза серьезно это не повлияет. В частности, при прогнозировании, при анализе ассортимента, а также при анализе и клиентской базы, в финансах затрат, применяют популярный ABC метод. ABC метод гласит, что мы можем поделить все товары на три группы. Группа A – это примерно 15% товаров, которые приносят вам 75% выручки. Группа B – это то, что приносит вам те еще 25-35% товаров, которые приносят вам еще до 20% общей выручки. И, соответственно, группа C – это оставшиеся 50% товаров, которые приносят от 5 до 10% выручки. Соответственно, и управлять данными группами мы должны по-разному. Нам достаточно наилучшим образом управлять группой A, уделять внимание группе B и, в принципе, минимальное влияние группе C, чтобы построить достаточно точный прогноз. Цель проведения ABC анализа – это сокращение трудоемкости в области прогнозирования. То есть мы работаем уже не со всей структурой данных, а сегментируем ее по степени необходимости нашего влияния. В алгоритме проведения ABC анализа в первую очередь нам необходимо понять, что является объектом нашего анализа. К примеру, мы выбираем товарное наименование, прошу прощения, либо группы товаров, и будем анализировать в разрезе выручки по данным товарам. Далее мы строим таблицу, где в одном столбце у нас есть, собственно говоря, наше наименование товаров, либо товарных групп. Во второй столбце будет выручка по данным товарам. Для упрощения анализа мы должны отсортировать объекты анализа в порядке убывания значения параметра, а именно выручки по данным товарам. Шаг 4. Мы уже делим на группы А, В и С. Сделаться достаточно просто. Найдите удельный вес каждого товара в рамках общей выручки по всем наименованиям. И выделите курсором, если анализ проводите в Excel, и проведите по как раз доле сверху вниз, от больших товаров к меньшим. Выделите выручку в размере, долю в размере 80-75%, вы будете видеть достаточно резкий переход в рамках группы. Это вы получили группу А. Если снизу выделите те 5% с точки зрения доли товаров, вы получите группу С. То, что посередине, это не что иное, как группа В. А, В и С анализ достаточно творческий, но в то же время существует и формальный способ деления на группы А, В и С. Для этого вам необходимо построить график с накопительным итогом на сортированной матрице. Получите примерно следующий график. Для того, чтобы разбить по группам, вам необходимо соединить точку 0, в данном случае это количество позиций, либо позиции, это сумма в деньгах, и окончание вашего графика. Если вы проведете линию параллельно полученной, так, чтобы получить точку касания на графике, вы получите первую точку отсечения, а, собственно говоря, точку отсечения группы А. И можете определить, на какой позиции она заканчивается. То есть то, что левее данной штриховой линии, это группа А. Нам еще необходимо определить группу В и группу С. Для этого мы соединяем полученную точку касания с окончанием линии. Опять же, параллельно ей, так, чтобы получить точку касания, проводим еще одну линию. Получаем точку отсечения и деления группы В и группы С. Это графический метод деления на группы, позволяет избежать определенного творчества и формализовать данный процесс. Соответственно, и управляем мы группами несколько по-другому. То есть группа А, еще раз повторю, это особое внимание, особый прогноз. Группа В — это промежуточная стратегия. И группа С мы можем прогнозировать фактически общим числом, не деля на отдельные позиции. Такую же стратегию деления ABC мы можем применить клиентам. И, соответственно, клиенты, которые попали в группу А, подлежат наиболее детальному прогнозу. Те, которые попали в группу В, отчасти. И клиентов группы С мы можем прогнозировать опять же общим количеством. На слайде приведены примеры использования данного анализа. Параллельно с ABC, а также с точки зрения оценить возможную точность прогнозирования используется XYZ метод. Данный метод позволяет классифицировать товары по уровню стабильности спроса. Насколько на них стабильен спрос? Естественно, что чем стабильнее спрос, тем более стабильные данные на выходе мы можем получить. Здесь мы получаем три группы. Товары группы X – это товары наиболее стабильного спроса с возможностью высокой степени прогнозирования. Товары группы Y – это некая промежуточная ситуация. И Z, как правило, товары практически непрогнозируемые. То есть спрос на них нерегулярен. На слайде вы видите формулу расчета. Вариация отклонения, которая позволяет как раз судить о стабильности спроса. Рекомендуется использовать распределение следующего порядка. Группа X – это вариация 0,1,1 либо 10%. Группа Y – от 10 до 25%, либо от 0,1 до 0,25. Группа Z – это все, что выше 25%, либо от 0,25. Соответственно, товары сложно прогнозируемые. Здесь есть один небольшой нюанс. Давайте вернемся в прозрачный магазин и попробуем оценить стабильность спроса, к примеру, молока и водки Абсолют. Молоко окажется, если мы будем брать периоды анализа в рамках дней, достаточно стабильным продуктом с точки зрения спроса. Каждый день его будет брать значимое количество и достаточно много. Но если мы будем анализировать стабильность спроса на водку Абсолют, которой в месяц всего продается 10 бутылок, то мы получим достаточно большие отклонения, искажения. Соответственно, в рамках дней спрогнозировать, сколько водки Абсолют будет продано, практически невозможно. Но если мы возьмем период для водки Абсолют построения XYZ-анализа в месяц, то здесь спрос окажется стабильным с небольшими отклонениями. А значит, прогноз для молока мы можем строить на ежедневной основе. Прогноз для водки Абсолют нам необходимо строить уже в том периоде, когда мы можем сказать о некой стабильности спроса, а именно в рамках месяца. Подбирайте периоды правильным образом, соответственно, вы получите те периоды, в рамках которых можно спрогнозировать спрос на ту или иную продукцию. Если мы объединим группы, полученные результаты в группы, мы можем совместить анализы XYZ-анализа, то получим, соответственно, отдельные стратегии по каждой группе товаров. То, что касается АХ, БХ и ЦХ товаров, мы можем отдать на прогноз с точки зрения чистой математики с небольшими вмешательствами человека. То есть спрос достаточно стабилен. АY, БY, ЦY требуют вмешательства уже человеческого факта, корректировки прогнозов, либо изменения периодов прогнозирования. Всё, что относится к АЗ, БЗ, ЦЗ, по большому счёту, оставляется на экспертное прогнозирование, либо на более значимые периоды построения прогноза. Если говорить об оценке точности прогнозирования, то выделяют четыре критерия оценки точности прогноза. Итак, напоминаю алгоритм прогнозирования. В частности, мы берём вначале, строим данные и смотрим, насколько ряд в прошлом хорошо прогноз описывает прошлые данные. Для того, чтобы оценить точность описания прошлых данных, а также наши будущие прогнозы, используют четыре показателя точности прогноза. Первый – это среднее абсолютное отклонение. Оно показывает, на какое количество единиц измерения в среднем отклонялся в большую и меньшую сторону наш прогноз. Позволяет определить точность прогноза, ошибку в конкретных единицах. Среднеквадратическая ошибка По большому счёту является одной из определяющих, потому что позволяет определить, именно усиливать наиболее значимые ошибки. То есть, тот метод прогнозирования, который даёт наименьшую среднеквадратическую ошибку, ошибается на гораздо меньшее значение, потому что возведение в квадрат усиливает значимость наиболее больших ошибок. Естественно, что мы по большей части стремимся минимизировать большие отклонения, потому что в рамках небольших отклонений жить мы можем. Средняя абсолютная ошибка в процентах показывает, насколько отклонялся прогноз от реальных данных уже в процентах. И, соответственно, можем судить о коридоре попадания в точность прогнозирования. Средняя процентная ошибка, в свою очередь, позволяет судить, является ли прогноз переоценивающим либо недооценивающим. Если мы получаем среднюю процентную ошибку со знаком плюс, это значит, что прогноз недооценивает ряд. И если мы будем жить по данному прогнозу, то будем постоянно сталкиваться с определённым дефицитом. В свою очередь, если средняя процентная ошибка получается со знаком минус, то прогноз является переоценивающим, и мы будем иметь в среднем некий избыток товара, если будем жить по данному прогнозу. Метод прогнозирования, который считается оптимальным, выбирается как раз по этим четырём критериям. В первую очередь, обращайте внимание на среднеквадратическую ошибку. Во вторую очередь, обращайте внимание, является ли прогноз переоценивающим либо недооценивающим. Средняя абсолютная ошибка позволяет вам понять коридор прогноза, в который вы попадаете, плюс-минус, к примеру, 5%. И среднее абсолютное отклонение позволяет судить об ошибке в конкретных единицах. Одновременно можно использовать следящий сигнал, формулу которого и метод расчёта вы сможете найти в прилагаемых материалах. Давайте более подробно рассмотрим методы экспертных оценок, какие они бывают, и как их применять на практике в практике прогнозирования. Итак, методы экспертных оценок подразделяются несколько групп, в частности, без аналитической обработки. Это метод мозгового штурма, в том числе, который коллективный, либо интервью, либо экспертные оценки, либо генерация идей. В свою очередь, методы с аналитической обработкой более сложные и интересные. Это метод коллективных экспертных оценок с последующей аналитической обработкой, возможно, с созвешиванием мнения экспертов, о чём поговорим чуть попозже. Пока бы хотелось более подробно остановиться на методе Делфи. Этот метод, в отличие от прочих методов экспертного прогнозирования, достаточно формализован. И был придуман в 60-е годы с целью анализа прогнозирования событий, отстоящих во времени и не требующих достаточно точного попадания. В чём суть данного метода? Собирается группа экспертов по некой теме. Экспертам сдаётся вопрос, например, к какому году 50% автомобилей будут ездить на альтернативном топливе по отношению к углеводородам. Эксперты высказывают свои оценки без обсуждения и фактически анонимно. Далее оценки экспертов обрабатываются, и экспертам уже возвращается результат их опроса. Некий интервал, куда попали эти оценки. Изучив данный интервал и оценки коллег, опять же, без какого-либо обсуждения, эксперты либо меняют свою точку зрения, либо оставляют её такой же и опять же возвращают оценки. Оценки обрабатываются, и так может повторяться до фактически бесконечности, но как показывает практика примерно третьей итерации, 80% оценок экспертов попадают в допустимый интервал. В частности, данный метод прогнозирования используется в Японии для построения прогноза развития и открытия новых технологий. Точность данного прогноза, последнего прогноза составила 75%, что является достаточно хорошим показателем для экспертных прогнозов. Если говорить про взвешивание экспертов, это как раз коллективная работа с обработкой мнений экспертов, с аналитической обработкой, то каждому эксперту мы можем присвоить вес. Для того, чтобы нивелировать их оценки. В частности, оценки могут быть связаны либо вес эксперта больше или меньше с точностью попадания в его прошлый прогноз, с опытом, а также с самооценкой. Доказана взаимосвязь между самооценкой эксперта в той или иной области и его знаний, навыков, и точностью попадания в прогноз. Соответственно, те эксперты, которые будут иметь больше вес, имеют большее значение, соответственно, итоговая оценка смещается именно к ним. Как это выглядит, давайте попробуем зарисовать. К примеру, мы прогнозируем цены на бензин через полгода. Вопрос достаточно актуальный для всех автолюбителей. Эксперт 1, 2, 3, 4. Вес эксперта. В данном случае мы можем опросить экспертов самим оценить навыки и знания именно в этом вопросе. К примеру, 4 эксперта у нас ответило как 2, 4, 5, 1. И, соответственно, мы попросим дать оценки стоимости бензина А92 через полгода. К примеру, первый эксперт ответит 23 рубля, второй ответит 22,5, третий 25 рублей, и четвертый эксперт ответит как 21,5. Если вы посчитаете среднее значение экспертов и в то же время взвешенное, которое будет рассчитываться как 2, умноженное на 23, 4, умноженное на 22, и 5, 5, умноженное на 25, и 1, умноженное на 21,5, вам необходимо будет найти сумму. И сумму произведения этого столбца вам необходимо разделить на сумму весов экспертов. Обратите внимание, что оценка средняя и оценка с учетом весов отличаются. В частности, не так давно мы прогнозировали именно цену на бензин подобным образом, и точность попадания составила всего лишь 20 копеек. Мы ушли в большую сторону. Давайте двигаться дальше. Одним из интересных методов экспертного прогноза является метод сдерживающих движущих сил. В чем суть данного метода? Мы просим экспертов высказаться по тому или иному вопросу. Например, на ваш взгляд, какой будет объем продаж компании в 2007 году? Эксперты оцениваются, и их оценки наносятся на график. После того, как все эксперты высказались, желательно без обсуждения, чтобы не было давления со стороны более авторитетных экспертов. В частности, нет подобной взаимосвязи, что наиболее опытные высказывают и наиболее правильные оценки. В данном случае мы постараемся избежать обсуждения, дабы не было этого давления. и оценки мы делим наносим линию медиану, которая с точки зрения вероятности делит оценки пополам. То есть, и сверху линии, и снизу линии мы получаем одинаковое количество оценок. Медиана и считается, собственно говоря, нашим прогнозом, на котором будем опираться. Но на этом обработка не заканчивается, потому что экспертов просят высказать в зависимости от их оценки, назвать либо двигающие силы, то есть, что может позволить компании увеличить объем продаж, добиться лучших результатов. И с другой стороны, а что будет сдерживать рост объема продаж компании. Помимо прогнозов, в данном случае мы получаем с вами определенный план действий, который, с одной стороны, позволяет выявить, какие факторы нам необходимо усилить в работе компании, а с другой стороны, позволяет выявить те негативные факторы, которые требуются минимизировать. То есть, помимо прогноза, мы получаем и план действий. Одним из хороших методов является, экспертно-прогнозирование, является описание сценариев, либо сценарное планирование. В данном случае размышления по сценариям приводят к углубленному пониманию темы и ее ситуации. В частности, просто поразмышляв, а как может развиваться событие, вы выявляете те или иные возможности, а также и угрозы. Вы вскрываете в процессе рассуждений нюансы взаимоотношения вашей компании и внешней среды. Вы являете возможным направлением своих действий. В частности, при сценарном планировании сами сотрудники лучше оценивают свою работу и одним из вариантов может быть постановка задачи отдельным специалистам отдела продаж и руководителям построить сценарий, а как будет развиваться объем продаж, как будет развиваться ситуация на рынке в течение полугода либо года. И в дальнейшем уже руководитель, изучая рассуждения сотрудников, сможет построить свой сценарий, опираясь на мнение экспертов. Процесс сценарного планирования также может быть формализован и на слайде вы видите один из вариантов развития данного процесса. В частности, чтобы построить грамотно сценарий, необходимо в первую очередь определиться с целью. В противном случае сам сценарий может получиться расплывчатым, неконкретным и не позволит оценить внешнюю среду и поведение компании в ней. Соответственно, в первую очередь начинайте с целей, а что вы хотите установить, какова цель анализа, какова глубина прогноза и в дальнейшем выделяйте те факторы, которые окажут наибольшее влияние на компанию. Данные факторы должны быть сгруппированы по группам, по мере вероятности их совместного возникновения и возможно появление двух-трех сценариев. В дальнейшем данные сценарии подвергаются проверке путем ввода неких разрушительных событий, то есть чреватых для них и выбирается тот сценарий, который имеет наибольшую жизнеспособность. Итак, методы экспертных оценок применяются в случае, когда у вас недостаточно прошлых данных, когда вы вводите новые продукты, либо строите прогноз на достаточно большой горизонт, к примеру, на 3-5 лет. В данном случае операция исключительно на математику уже не получается. Если у вас все-таки есть необходимые данные для построения прогноза математическими методами, как мы уже говорили, данные достоверные, данные значимые, вы можете применять математические методы анализа временных рядов. В частности, один из наиболее простых методов, которые вы можете применять и, скорее всего, в той или иной степени применяли, это методы скользящих средних либо метод средний. Данный метод достаточно прост, но в то же время в его простоте кроются и определенные угрозы. В частности, важно понимать, что все усредняющие методы не могут учитывать тренд, они не учитывают сезонность, они применимы лишь в случае, когда вы работаете с неким стабильным временным рядом, не имеющим сильных и значимых колебаний. В частности, можем посмотреть на график и увидеть метод скользящих средних по 5-3 периодам и по 5-2 взвешенным. Обратите внимание, что метод скользящих средних в любом случае запаздывает за самим событием и фактически его сглаживает. Еще раз повторю, что данный метод применим только на стабильных рядах, не имеющих сезонности либо иных повторений, а также тренда. Тренд это общее направление движения ряда, некий набор фактов, то есть стабильный рост либо стабильный спад является ничем иным как трендом. В этих случаях рекомендуется применять методы, которые как раз учитывают данные факторы. Одним из наиболее простых и распространенным методом, но обладающим теми же недостатками, что и усредняющий, он фактически относится в той или иной степени именно к усредняющим методам, является экспоненциальное сглаживание. В данном случае наибольшее влияние на прогноз оказывают последние события. В частности, для построения прогноза используются как последние наблюдения, так и последний прогноз. Константа сглаживания альфа рекомендуется не должна быть больше 0,7. В противном случае последние наблюдения будут оказывать наибольшее влияние на сам прогноз и возможно вам имеет смысл использовать один из наивных методов, когда вы берете данные последнего периода за прогноз следующего периода. В частности, математические методы прогнозирования достаточно тяжело объяснить на словах либо на слайдах. Вам желательно их будет прорешать самим на тех учебных примерах, которые вы найдете в рамках курса, в рамках материала. Часто приходится сталкиваться с расчетом сезонности. Для того, чтобы использовать простые методы, в частности, нам необходимо удалить в том или ином виде сезонность, а именно найти коэффициенты отклонения от среднего. В данном случае один из самых простых способов расчета сезонности, когда у нас есть данные по 3 годам и мы фактически находим некое среднее значение в том или ином периоде. В дальнейшем мы находим отклонение от среднего значения того или иного периода. Соответственно, рассчитав среднее значение за год, мы можем рассчитать индексы конкретного месяца, просто перемножая на полученные цифры. В частности, существуют более сложные методы определения сезонности, но результаты их применения в целом схожи. Сезонность бывает нескольких типов. Сезонность не только в рамках года, сезонность бывает внутри месяца, сезонность бывает внутри недели, в частности, это хорошо заметно в ресторанном бизнесе, либо в гипермаркетах в розничной торговле, где рост спроса идет в дни пятницы, суббота, воскресенье уже идет по ниспадающей. Сезонность бывает также внутри дня, опять же касается общественного питания, либо магазинов, когда наибольшее количество клиентов посещают магазин именно ближе к вечеру. если у вас есть два набора фактов, к примеру, объем инвестиций в рекламу, а также объем продаж, и вы считаете, что зависимость между двумя факторами достаточно значимая, вы можете использовать прогнозирование методом линейной регрессии, то есть построить линейное уравнение, где Y будет являться прогнозом, X значение, которое вы подставляете. Для того, чтобы использовать данный метод, вам уже необходимо иметь некий набор значимых фактов. В частности, на примере мы видим расходы на рекламу за 12 месяцев, а также продажи миллионов долларов за эти 12 месяцев. В дальнейшем вы можете рассчитать, вычислить по формулам не что иное, как коэффициенты нашего уравнения, а именно получить само линейное уравнение и в дальнейшем подставляя некие значения X, которые в данном случае у нас являются объемом инвестиций в рекламу, получать прогнозируемый объем продаж. Естественно, это упрощение и есть некие рыночные ограничения, например, емкость рынка, которую вы не сможете перепрыгнуть, какие бы инвестиции в рекламу вы не делали. Тем не менее, с учетом этих ограничений данный способ имеет смысл применять. В частности, подобные регрессии используются в ресторанном бизнесе для построения прогноза потребления, к примеру, напитков. Было установлено, что потребление пива в летние месяцы напрямую зависит от температуры воздуха. Единственное, что, как только среднесуточная температура повышается больше 25 градусов, потребление пива возрастает уже нелинейно, а примерно в два раза. Примерно то же самое происходит в зимний период с потреблением чая. При охлаждении воздуха, в зависимости от величины мороза на улице, потребление чая увеличивается и в то же время сокращается потребление пива. то есть пиво в данном случае имеет обратную регрессию по отношению к температуре воздуха. Данный метод позволяет строить гораздо более сложную зависимость и рассчитывать прогноз в зависимости от двух, трех либо четырех величин. Математические методы на этом не останавливаются. Их можно продолжать, продолжать, продолжать. И в частности некоторые перечисления данных методов. Наивные методы это наиболее простые методы, в частности к ним относятся когда мы берем за прогноз результаты последнего периода. Двойная скользящая когда мы сглаживаем помимо прочего еще и сам прогноз. Но данные методы как правило не очень хорошо работают с трендом либо требуют определенной комбинаторики. Метод Хольта один из самых интересных и простых методов построен на базе экспоненциального сглаживания но с введением опять же сезонного сглаживания. То есть метод Хольта неплохо работает с сезонным сглаживанием. Метод Винтерса помимо этого позволяет учитывать также и тренд. То есть он позволяет учитывать и сезонные всплески и подъемы а также либо возвращающий либо не совпадающий тренд ваших продаж. Существуют и более сложные модели более сложные модели но как было доказано в результате исследований точность прогноза не зависит от того используете ли вы простые модели например наивные модели либо скользящие средние если вы грамотно очистили их от тренда и сезонности либо вы используете достаточно сложные методы прогнозирования например класса Рима на самом деле точность прогнозирования зависит от того насколько эксперт хорошо умеет пользоваться и если сложные модели хорошо описывают именно прошлое то не факт что они будут также хорошо описывать будущее поэтому нарабатывайте навыки в двух трех методах которые должны стать вашими коронными и уже опирайтесь именно на их прогнозы на их результаты то есть в данном случае лучше всего использовать те методы которые вы знаете и которые вы понятны есть и четкая взаимосвязь между точностью прогнозирования и пониманием метода прогнозирования экспертом в частности как следствие отсюда рекомендую обучать своих сотрудников данным методом объяснять чтобы они могли уже более точно строить прогнозы а также проводить ручную корректировку прогнозов одной из составляющих временного ряда является в частности обратите внимание сезонность а также данная прямая отражает тенденцию либо тренд то есть ряд растет для того чтобы грамотно работать с рядом эту тенденцию необходимо выделить и спрогнозировать в частности есть ряд методов которые умеют работать как раз и с трендами и сезонностью описание данных методов вы также сможете найти в прилагаемых материалах если говорить о тренде то можно выделить несколько его составляющих в первую очередь это структурно составляющая то есть долгосрочная тенденция циклические составляющие которые представляют собой колебания ряда в зависимости от изменения экономической ситуации но в более краткосрочной перспективе сезонная составляющая также маркетинговая составляющая то есть всплески либо падения в зависимости от вашей рекламной активности и случайная составляющая случайная составляющая это та тенденция которую мы не можем объяснить и которая безусловно будет влиять на точность прогнозирования как правило ее влияние составляет не более 2-3% маркетинговую составляющую желательно также учитывать и ряд очищать от данных искажений итак методы анализа временных рядов позволяют строить прогнозы в том случае если у вас есть некий значимый набор данных за некий период в частности скользящим средним необходимы минимум 3 последних значения если говорить уже про метод прогнозирования на основе методов хольта винтерс либо с использованием трендовой составляющей то здесь уже желательно иметь данные за 3 последних года не забывайте про такой момент как значимость данных в частности не рекомендуется использовать данные продаж до 2000 года когда существенные искажения в данные продажи вносили такие нюансы как дефицит как дефолт 98 года и только после 2000 года данные как правило являются значимыми и подлежат использованию в прогнозах в частности не забывайте очищать массив данных в том случае если ситуация на рынке кардинальным образом меняется происходит изменение сезонности и в этом случае незначимые ряды которые выбиваются с данной тенденции вам необходимо исключать давайте более подробно рассмотрим методы причинно-следственные либо так называемые казуальные казуальные методы да ну наверное более правильно по-русски и понятно это причинно-следственные то есть есть причина и есть некое следствие к примеру рост рынка либо ваш объем продаж в частности к причинно-следственным методам относят вариации коллекционно-регрессионного анализа когда мы находим некую зависимость как мы уже говорили про ресторанный бизнес между температурой и потреблением и имея на руках прогноз погоды можем строить достаточно достоверные прогнозы объема продаж напитков метод ведущих индикаторов когда выделяются на рынке некие предшествующие события которые так или иначе влияют на наш объем продаж в частности к ведущим индикаторам можно отнести изменение цен на нефть которые достаточно существенно влияют на наш рынок к ведущим индикаторам в Америке относят это потребительский спрос на товары повседневного спроса на товары длительного спроса потому что это отражает краткосрочные долгосрочные тенденции в экономике а именно уровень доверия к ней а важно понимать что весь вся промышленность так или иначе работает на удовлетворение наших с вами потребностей как физических лиц неважно это либо электрическая станция либо завод по производству оборудования для нефтедобывающей промышленности в любом случае вы встроены в цепочку которая спрос начало который формируется именно на потребительском рынке то есть мы с вами формируем этот спрос голосуя своими деньгами и если нет спроса на потребительском рынке то вся остальная промышленность с некоторыми задержка будет испытывать соответственно спад либо если растет спрос на потребительском рынке то через с некоторой задержкой вы также испытаете подъем в частности здесь можно провести аналогии причинно-следственные это не изменение сезонности нестандартная сезонность 2004 год выборы президента и соответственно не расходовался бюджет пока не стали известны выборы а важно понимать что бюджет это примерно 17 процентов денежных средств в российской экономике очень большой показатель и пока эти деньги не вливались в экономику не происходило инвестирование в нее и соответственно многие промышленные предприятия испытывали затруднения со сбытом в 2005 году примерно та же тенденция когда до апреля объем продаж был нестандартно низок и было связано с тем что происходил передел дополнительных доходов от роста цен на нефть и программы инвестиционные правительственные не утверждались соответственно опять же не было инвестирования в то же время спрос остался это был отложенный спрос и это привело к нестандартной сезонности в рамках летних месяцев когда продажи были чрезвычайно хороши ищите подобный индикатор для своего бизнеса и понимайте через какое время это отразится на вашем спросе в частности компания вольво построила модель в зависимости от таких показателей как цена на страховку цены на топливо возраст автопарка в европе и так далее который позволяет ей с определенной точностью прогнозировать сколько машин необходимо выпустить чтобы удовлетворить данный спрос фактически для каждого бизнеса есть подобные ведущие индикаторы которые сигнализируют либо о потенциальном росте либо о потенциальном спаде и их необходимо выделять и анализировать метод обследования намерений потребителей часто относят все-таки к экспертным оценкам но на мой взгляд все-таки он ближе к причинно-следственным методам почему потому что причиной в данном случае является наше с вами желание платежеспособный спрос приобрести тот или иной товар мы можем с вами обследовать потребителя и выяснить а какой процент намерен покупать причем мы можем обследовать на уровне некого конкретного класса товаров только не задавайте вопрос о конкретном бренде скорее всего потребитель еще не определился с конкретным брендом либо конкретной маркой и данные у вас будут не совсем верные но вы можете задавать вопросы о намерении приобрести стиральную машину вы можете задавать вопросы о намерении приобрести новый автомобиль и уже исходя из своей доли рынка рассчитывать предстоящий объем продаж. А также я могу в промышленном секторе оценить потенциальный спрос, исходя из ожиданий сотрудников компании, задавая вопросы такого плана, как ваш прогноз работы предприятия на следующий год, объем производства сильно упадет, немного упадет, не изменится, несколько вырастет и вырастет достаточно серьезно. На основании этих ожиданий я могу спрогнозировать, что будет происходить и с моими поставками этим компаниям. В частности на слайде вы видите анкету, пример анкеты для опроса потребителю намерений приобрести тот или иной товар. Обращаю ваше внимание, что к большому счету нас интересуют лишь две оценки с вероятностью 0.8, с вероятностью 1. Это высокая вероятность покупки и точно куплю. Именно такая доля потребителей из опрошенного сегмента, из опрошенной группы планирует приобрести тот или иной товар. И в случае, если выборка была случайной и значимой, вы можете экстраполировать данные опроса уже на всех остальных потребителей. Примерно представляя свою долю рынка, в данном классе продуктов вы сможете определить, каков будет ваш объем продаж в течение ближайших 6 месяцев. Причинно-следственным методом можно отнести также прогнозы на основании воронки продаж, где причиной являются определенные действия сотрудников отдела продаж, например, звонки, встречи, переговоры, выставленные предложения. И как следствие это уже продажи. Данный метод хорош в промышленных продажах, где и цикл продажи достаточно велик, и в то же время есть устойчивые показатели переходов между первыми встречами и презентациями. То есть, какой процент встреч переходит уже непосредственно к презентациям. Примерно представляя, сколько длится ваш цикл продажи, вы можете предсказать, что будет происходить с вашим денежным потоком через некоторый период. Какие действия вам необходимо предпринять для того, чтобы выполнить план, либо наоборот, возможно, для избежания перепроизводства, перенести часть заказов на следующие периоды. В частности, пример воронки продаж вы можете увидеть на слайде, где мы можем отследить, какие изменения происходят, находимся ли мы в плане, сможем ли достичь денежного потока. Более подробно о воронке продаж мы поговорим в блоке, посвященном управлению продажами нашего курса. Давайте подробнее рассмотрим, как данные наработки в области методов прогнозирования нам уже, в свою очередь, применять непосредственно в компании, в нашей практике. Как это выглядит? Давайте в первую очередь посмотрим, а кто должен заниматься прогнозированием в компании. Заниматься прогнозированием в компании, то есть построением прогнозов, должны никто иные, как люди, имеющие непосредственное отношение к продажам. Это и менеджеры по продажам, это руководители отдела продаж, бренд-менеджеры. Безусловно, необходимо к утверждению хотя бы прогноза, желательно к его построению, привлекать и руководителя компании. Почему? Потому что у него есть то, что называется предпринимательским видением, что часто невозможно объяснить определенными объективными данными, либо фактами, то есть чутье. И, помимо прочего, он видит работу предприятия и различные зависимости в целом, чего лишены отдельные функциональные специалисты. Но в то же время, конечно же, я приведу и список тех, кто не должен заниматься прогнозированием. В частности, не доверяйте построению прогноза продаж финансовому директору, либо директору по логистике, потому что данные прогнозы будут удобны для них, то есть как лучше организовать производство, либо какую выручку необходимо получить, но не будут идти от рынка, что является определенным недостатком при построении прогнозов. То есть данные прогнозы будут идти не от рынка, а от потребности конкретных обслуживающих функциональных подразделений. Естественно, что не должны заниматься построением прогнозов люди, для которых это является хобби. В частности, в одной из компаний прогнозированием занимался директор персоналу. Когда я спросил, почему, ответ был прост. Ну, мне это нравится, я в этом немножко понимаю. Давайте отдавать задачи на откуп профессионалам, а не тем, кому это просто нравится. В частности, можно выделить в компании и центры прогнозирования, то есть где должен формироваться тот или иной прогноз. Соответственно, это подразделения, встроенные в цепочку создания ценностей компании. Они используют либо данные уже непосредственно отделов продаж, отдела маркетинга для построения своих прогнозов. К примеру, отдел логистики строит прогноз закупок на основании прогноза от отдела маркетинга, либо отдела продаж. Но здесь есть один важный элемент, что в компании должен существовать некий орган, официально координирующий разработку утверждения прогнозов, который хранит эталонные планы, который сводит и проверяет планы различных подразделений на непротиворечивость. В частности, это может быть планово-экономический отдел, либо финансовая служба, либо кто-то в отделе маркетинга. Это уже как вы договоритесь и как вам удобнее. Но важно, чтобы прогноз также был формализован, то есть прописана методика его получения, методика прохождения по всем подразделениям с четким указанием применяемых способов построения прогноза, корректировки сроков и форм подачи информации. Если этого нет, то процесс прогнозирования будет происходить у вас стихийно, и выявляя существенные отклонения, вы не сможете определить, на каком этапе они возникли, почему так произошло, и, соответственно, не сможете сделать выводов для улучшения следующих прогнозов. Если говорить о системе прогнозирования в компании, то одновременно в компании может существовать до 5-6 планов, и этого пугаться не надо. Давайте подробнее рассмотрим, что это за планы. Это у нас время, либо горизонт охвата планов. Безусловно, в компании всегда существует, либо должен существовать, это стратегический план, который охватывает период от 3 лет. Это достаточно общий план, в который, скорее всего, по тем или иным причинам мы не попадем. Поэтому он должен быть максимально общим и сдавать фактически направление движения компании. Естественно, практически во всех компаниях существуют годовые планы. Опять же, есть четкая взаимосвязь между горизонтом прогнозирования и точностью ваших планов. Так, снижение горизонта планирования в 2 раза, к примеру, с 12 до 6 месяцев, автоматически увеличивает точность построения прогноза на 25%. Примерно. Соответственно, план на год может также носить достаточно общий характер, и, скорее всего, мы в него не попадем. Важно, что он должен быть, так как сдает правила распределения ресурсов. План должен быть гибким, то есть, предусматривать переходы, если мы выполнили поставленные цели по продажам, то начинаем новый проект. Если не выполнили, то что будет происходить с этим проектом, когда мы его начнем, либо откладываем вообще. А также должен иметь достаточно мягкие рамки. Так, если план годовой идет в рамках плюс-минус 30%, я не рекомендовал бы его пересматривать, потому что компания будет тратить достаточно много сил и средств на пересмотрение плана и его доуточнения. Важно другое. В конце периода провести анализ, почему произошли данные отклонения, и как мы можем устранить их на следующий год. В компании могут существовать тактические планы на 3 месяца. И если вы занимаетесь поставками из Китая, либо у вас цикл производства достаточно длинный, цикл поставки сырья, то вам придется работать с этими планами. За 3 месяца вперед продажи, продажи и маркетинга должны давать свой производственный план о логистике. Не логистика строит на свое усмотрение, ни в коем случае, а именно идти от рынка, от клиента, именно на срок 3 месяца. И уже непосредственно в рамках тактических, абсолютно точных планов, 1 месяц может работать компания, то есть регулярно их доуточнять. Соответственно, мы получили уже 4 плана. Плюс для некоторых бизнесов, работающих в остросезонных отраслях, можно рассматривать некие сезонные планы. К примеру, я знаю, что за сезон я продам некоторое количество валенок, за зимний сезон, но спрос на них растет с ростом холодов. Как только холодает, валенки пользуются особым спросом. Я не могу точно предсказать, в конце декабря, либо в начале января ударят наиболее сильные морозы, которые спровоцируют спрос на валенки, но по большому счету мне и не надо, потому что закупаю я их в период низких цен, а именно в апреле, в мае. И в данном случае меня просто интересует, а какой объем валенок я смогу продать в целом за сезон. И не важно, будет это декабрь, январь, либо февраль. Потому что закупаю я на значительном удалении, то есть за более чем за полгода данного периода. И не принципиально, главное, чтобы они были проданы. Итак, в компании могут существовать абсолютно разные планы. Это процесс достаточно индивидуальный и зависит от того процесса создания стоимости, который у вас существует. Но месячные планы, которые в принципе не меняются и не должны меняться. Почему? Потому что в середине месяца очень часто отдел продаж видит, что не выполняет план, и в этом случае инициирует процедуру его изменения. К примеру, снижение плана на 30%. И в конце месяца, перевыполнив уже сниженный план на 3%, они говорят, что мы герои. Ну какие же они герои, если они перевыполнили сниженный план? Важно выстроить систему информирования между подразделениями, к примеру, продаж и логистическими центрами о том, что идет некоторое недовыполнение либо перевыполнение плана, чтобы согласовать эти действия. Но пересматривать месячные планы не рекомендуется. Трехмесячные планы, они также фактически не подлежат пересмотрению, они подлежат доуточнению в рамках ежемесячного планирования. Годовые планы уже с большим коридором попадания, плюс-минус 30% и стратегически уже как достаточно общее. Данные планы могут существовать независимо друг от друга, являются ничем иным, как руководством к действию, но важно понимать в рамках каких действий. Стратегический план в рамках долгосрочных действий принятия решений, годовой план в рамках распределения ресурсов в течение года, трехмесячные и месячные планы, соответственно, это оперативные планы, которые доводятся уже до сотрудников и подлежат обязательному исполнению. Дабы в компании эффективно работала система прогнозирования, необходимо выстроить и информационную поддержку данных планов. В частности, вот одна из схем, которую эффективно применяли на ряде предприятий как раз для подобной поддержки системы планирования. А именно, в компании должен существовать некий аналитический центр, куда сходится вся информация, как от рынка, так и от продавцов, от технологов, которые общаются с поставщиками, о том, что происходит на рынке. Аналитический центр собирает эту информацию и выдает за неделю до начала процедуры планирования, то есть, если процедура планирования у вас происходит каждый месяц, то есть, конечно же, это каждый месяц. Если процедура планирования происходит раз в квартал, то раз в квартал аналитическую записку. Аналитическая записка – это некий документ, не очень большой по объему, то есть, рекомендуется не более 6-7 страниц, потому что больше объем никто не успевает полностью прочитать и в него вникнуть. Лучше 3-4 страницы. Сжатая информация, которая содержит аналитику по рынку, что происходит на рынке, информацию по ведущим индикаторам, по наиболее приоритетным отраслям, куда необходимо обратить свой взор и ноги продавцам. То есть, так как продавцы – люди действуют, то для них и надо писать фактически в виде указаний, что особое внимание, либо большую часть контактов вы должны обратить на энергетику, потому что в настоящее время она является для нас приоритетным покупателем по тем и тем иным причинам. Должны рассматриваться, расшифровываться объемы продаж в прошлых периодах, дабы при построении прогноза эксперты понимали, а что повлияло на продажи в прошлых периодах и учитывать уже эти факторы в будущем. Должна быть информация о маркетинговых действиях предстоящих компаний и прогнозе как-то повлияет на продажах. Информация о конкурентах, о новинках и прочая информация, в том числе о производственных ограничениях, с которыми может столкнуться компания, дабы прогноз был реалистичен и то, что запланировано, могло быть произведено. Соответственно, данная информация утверждается первым лицом либо директором по маркетингу и распространяется по всей компании. Даналитическая записка позволяет всей компании, всем центрам прогнозирования работать в едином информационном поле и, соответственно, не торговать информацией, принимать решения примерно схожи, потому что и исходный набор данных будет один и тот же. Важно понимать, что если в вашей компании существует традиция торговли информацией либо шантажа информацией, который выражается уже в виде высказывания на совещании, ваш прогноз не сбудется, потому что вы не знаете такую информацию, то назвать дух существующих в компании партнерским сложно и, соответственно, в рамках дефицита информации, утаивания информации строить точные прогнозы не получается. Уже на основании данной информации с привлечением и продавцов рекомендуется прогнозы поднимать вверх, то есть продавцы строят прогнозы либо участвуют в прогнозировании объема продаж для своего отдела, руководители сводят эти прогнозы и утверждают, передают выше, пока этот прогноз именно от рынка, именно от продаж не доходит до первого лица. Первое лицо должно либо утвердить, либо отправить на доработку прогноз. В случае, если утверждается, этот прогноз является основой для разработки планов подразделениями закупок, логистики, транспортными и прочими обслуживающими подразделениями компании. То есть планы бэк-офиса, все, что за продажами, является производным от планов продаж и ни в коем случае не наоборот. Для того, чтобы планы были читаемы, для того, чтобы ими можно было пользоваться, необходимо предусмотреть возможность рассмотра планов некоторых сечениях. Это по времени. К примеру, мы работали с планами, в том числе с развивкой и по дням. Для кого-то будут критичны планы, в том числе по часам, для кого-то будет достаточно планов по неделям. По продуктам, по отдельным клиентам, по департаментам и отделам, фактически по направлениям продаж, по отдельным специалистам продаж, по типам клиентов, по каналам сбытов, а также по матрице ANSAF. Напомню ее на слайде. Для чего это необходимо? Для того, чтобы принимать взвешенные решения в рамках планирования в компании. Если у вас не будет подобных сечений, то часть вопросов о достоверности плана останутся неотвеченными. Утвержденный прогноз является основанием для построения плана. В частности, мы сейчас коснемся вопроса по бюджетированию отдела продаж. Зачем бюджеты? И что такое бюджеты? Бюджет – не что иное, как численное выражение плана. То есть, фактически это план в цифрах, в деньгах, в штуках, в единицах товара. И зачем нужны бюджеты? Бюджет – это прозрачность, которая позволяет понять, куда пойдут средства, что с ними будет происходить. Позволяет повлиять вовремя на негативные тельные тенденции, а не просто констатировать факт. Важно понимать, что бюджет является и управленческим инструментом, то есть, некой основой для делегирования полномочий. То есть, если действия подчиненных укладываются в рамках бюджета, то вы можете снять с себя управленческую нагрузку и не заниматься уже выверкой либо утверждением каждой цифры. По большому счету, бюджет – это инструмент оперативно-тактического планирования. Как выглядит технология бюджетирования либо, соответственно, бюджетного планирования? Цель данного процесса – это эффективная организация управления предприятием. И, соответственно, задачи – планирование, координация работы, оценка деятельности руководителей, то есть, достигли ли они поставленных целей с соблюдением бюджета – это основа для мотивации, а также для анализа и контроля. В частности, технология бюджетирования, если говорить по этапам, то это определение структуры вашей компании, из чего она состоит, какие центры являются центрами бюджетирования. Второй этап – это определение технологии бюджетирования, как мы будем это производить, – это описание процесса, определение форм основных бюджетов, статей бюджетов, с которыми мы будем работать, это регламентация, как, когда и кто ответственный. И последний этап – это уже непосредственно организация процесса, запуск созданного стандарта в работу. Если говорить о процедуре, как это происходит обычно в компании, то можно описать следующим образом. Во главе угла всегда стоит бюджет продаж с точки зрения выручки и ассортимента. Уже на основании данного бюджета формируется бюджет производственных запасов и бюджет производства, но никак не наоборот. Соответственно, на основании данных бюджетов мы формируем затраты на оплату труда и прочие расходы. Соответственно, в итоге мы получаем не что иное, как бюджет себестоимости продаж. Не стоит забывать, что бюджет продаж должен включать в себя в явном, либо неявном виде бюджет на рекламу, бюджет на продвижение компании, потому что продвижение и объем продаж это вещи взаимосвязаны и по большому счету не проходит там свой некий внутренний цикл, согласование. А сколько денег нам надо выделить на продвижение, чтобы получить такой объем продаж? Либо наоборот, а сколько мы можем получить объем продаж, инвестировать, столько в продвижение? И уже исходя из полученных данных формируются управленческие отчеты, а собственно говоря, бюджет инвестиций, бюджет расходов и доходов, баланс и бюджет движения денежных средств компании. Но подчеркну еще раз, что во главе угла стоит бюджет продаж. Важно помнить, что если вы составляете бюджет, то цели в рамках данного бюджета должны быть достижимы. Если цели недостижимы, то скорее всего вы не сможете достичь выполнения бюджета. Бюджет должен быть выгоден предприятию, прибылен. Старайтесь составлять бюджеты как можно проще. В частности, для отдела продаж нет необходимости усложнять бюджет и использовать большое количество статей. Потому что большое количество статей, как правило, приводит, как ни странно, к раздуванию бюджетов и усложнению процесса бюджетирования. В частности, выделите пять наиболее значимых статей, с которыми вам приходится работать. Чаще всего это такие, как бюджет заработной платы, командировочные расходы, расходы на продвижение и стимулирование сбыта. Если в ответственность отдела продаж входит аренда и они могут на нее влиять, то, соответственно, расходы на аренду и так далее. Пять основных бюджетных статей. Все, что не вошло в данные отдельные статьи, рекомендую отправлять в статью прочее. Важным моментом является и то, что структура бюджета отдела продаж должна соответствовать структуре управленческих отчетов компании для того, чтобы их в дальнейшем можно было сопоставить. То есть, отдельные статьи разносятся и рассчитываются аналогичным, схожим образом с единым стандартом продаж компании. Что бюджетируем? По большому счету бюджетировать мы можем не только деньги, но и количество штук, товара, ассортимент. Мы можем бюджетировать время, административные расходы. Еще раз повторю, что отсюда вы должны выбрать только те статьи, которые являются для вас принципиально важными и на которые вы непосредственно можете влиять. Потому что статьи, которые не подлежат вашему влиянию, должны передаваться в виде плана другим подразделениям, которые управляют ими. При подготовке бюджета вы должны оценить, как мы уже говорили, объем продаж и исходить уже из него. При планировании построения прогнозов рекомендую в первую очередь использовать не денежные показатели компании, а именно штучные, потому что меняются цены, меняется курс и данные изменения часто трудно предусмотреть. В то же время штучное выражение плана вы всегда можете перевести в деньги, опираясь либо на текущие цены, либо на прогноз изменения данных цен. и данный бюджет составляется с учетом текущего и будущего спроса, сезонных факторов. Не забывайте учитывать при построении бюджета в такой момент, как дебиторская задолженность, потому что она будет влиять на сроки прихода денежных средств вам на счет, на процент невозвращаемой дебиторской задолженности и так далее. То есть учитывайте данные нюансы изначально, дабы в будущем бюджеты были как можно более точными. На самом деле бюджет является важным параллельническим инструментом для руководителя отдела продаж. Бюджет либо план для продавца зачем? Для того, чтобы понимать есть ли у него на это временные ресурсы и силы, чтобы понимать как он отработал период и все ли он сделал либо сделал даже больше. От плана либо бюджета может зависеть и должна зависеть заработная оплата продавца и так далее и так потом. То есть план для продавца является важным мотивирующим стимулирующим и управленческим инструментом. На продавца могут спускаться четыре вида планов. Первый это план продаж в денежном выражении. преимущество данного плана достаточно просто устанавливать, достаточно просто администрировать. Он понятен, напрямую связан так или иначе с доходами компаний. Но есть и недостатки. Если вы спустите объем продаж в денежном выражении, то вы не сможете скорее всего управлять ассортиментом. Если будет меняться ассортимент либо цены, то вам придется менять частые планы, а это производит определенный деморализующий эффект. Вы можете спустить план в единицах продукции. Преимущество вы управляете ассортиментом, то есть вы фактически указываете какую продукцию в каком количестве продавать. Минусами является сложность в администрировании данных планов и бюджетов, а также нет прямой взаимосвязи между ценой продажи и количеством. То есть продавец не заинтересован продавать продукцию дорого и будет стремиться продавать ее максимально по максимально низким ценам, дабы выполнить количественные показатели по штукам. По достижению целей легко устанавливать, можно определить несколько целей и продавцы могут самостоятельно контролировать ход выполнения данного плана. В то же время не всегда цели напрямую связаны с финансовыми показателями компании, особенно если вы представляете широкий ассортимент на рынок. И последним видом плана либо бюджета является план по действиям. Здорово! Мы награждаем действия, мы награждаем усилия, мы направляем их на решение проблем, но часто действия не приводят к необходимым результатам, то есть не наблюдается взаимосвязи между финансовыми показателями компании и теми усилиями, которые приложили сотрудники. Опять же возникают проблемы с администрированием данных планов, данных бюджетов. Соответственно вам придется использовать скорее всего 4 вида планов. План по деньгам, в количественном выражении по ассортименту, по крайней мере по наиболее приоритетным позициям, либо позиции, которые требуют продвижения на рынок. Вы должны использовать планы по целям, чего должны достигнуть продавцы как короткосрочной, так и долгосрочной перспективе, и в плане личного развития, и в плане совершенствования своей работы с клиентом, так и планы по действиям. Это регулировать не связан с результатами. Соответственно, мы с вами сейчас рассмотрели блок, связанный с построением прогнозов. Утвержденный прогноз является ничем иным, как планом вашей компании, и на основании плана продаж разрабатывается бюджет, то есть честное выражение плана компании как для отдела продаж, так и для других подразделений. Если вы правильно построили прогноз, и прогноз ваша идет действительно от рынка, то все бюджеты выполнимы.